Всем привет! Меня зовут, как написано, Леша, как и все другие PM, которые сегодня здесь выступают. Я тоже PM. И я хочу рассказать про, на мой счет, одну из самых важных вещей в менеджменте. Это ретроспектива. Как и зачем ее проводить? Я условно разделил свой рассказ на три основных этапа. Это краткая предыстория. Первый этап. Второй этап – это как проводить. И третий этап – с примерами, как это проводить. Но он будет более объединенный со вторым. Давайте начнем с небольшой истории. Представим, что у нас есть замечательная классная команда, команда X. У них так все круто, здорово. Они удачно, в принципе, работают. У них есть менеджер. Но менеджер такой довольно старой закалки преследует такое интересное правило. Если все хорошо работает, просто банально не трожь. Я очень часто встречал такую идею. Все говорят, что хороший менеджер – это тот, который почти ничего не делает. Это значит, что у него на проекте все налажено, все классно и все двигается хорошо. Но заведомо на своем опыте скажу, что это не так. Если наша команда успешно работает, продвигается, и мы никак это не менеджим, в определенный момент у нас происходит довольно классное событие. Это может происходить либо с одним, либо с нескольким участником. Происходит вот такая вот штука. Взрыв. Взрыв может быть разным. Может кто-то накопилось внутри, он встал, высказался, сказал, мне ничего не устраивает, всем пока, я ухожу из команды. Это точка невозврата. Это очень страшная штука в команде, особенно если ваш проект очень долгосрочный, и на этом разработчике, который делает взрыв, все завязано. Очень тяжело что-то с этим делать, как-то изменить. А самое тяжелое – объяснить своему клиенту, почему такое произошло, и почему мы делаем резкие перемены. Ретроспективно целено на то, чтобы предостеречь нашу команду от такого события. Но наш менеджер с первого раза никак не обратил на это внимание. Взрыв, ну и взрыв, какой-то странный чувак вообще. Ладно, заменим его, все будет работать дальше. Если у меня все классно, зачем мне париться по поводу одного единичного случая. Но через время он встречает такую ситуацию. Взрывы у него повторяются. И повторяются не в одной команде, повторяются в довольно больших объемах. И он уже начинает задаваться вопросом, что же не так? Почему у меня это все происходит? Наш менеджер начинает долго думать, искать какие-то подходы, какие-то выходы. Может мне что-то изменить в себе, может мне поменять что-то в людях. И его посещает гениальная идея. Я же человек, я умею общаться, я умею коммуницироваться с людьми. Я социальная вообще личность. Нужно как-то это решать. Нужно поставить перед собой какие-то цели, которых я хочу достичь, чтобы избежать этих самых взрывов. Он ставит перед собой три основных цели. Найти проблему, решить проблему и получить фидбэк от команды. На первых порах у него все проходит довольно просто. Он общается с людьми и узнает, что нас бесит Skype. Он неудобный, он лагает, он страшный, он чистит переписку через некоторое время. И вообще у него очень много проблем. Давайте как-то это решать. Давайте использовать Slack call. Slack call вообще очень крутой. Там можно рисовать, там можно делать групповые звонки, там можно мутить себя, там можно мутить других людей, можно презентовать экран. Ну и вообще это очень удобная штука в меру того, что Slack вообще нацелен на айтишную сферу, кто им никогда не пользовался. И получаем какой-то фидбэк. Оказывается, что мы поговорили, мы решили проблему, у нас не произошел взрыв, как же круто, что мы делаем ретроспективу. Но что такое ретроспектива в принципе? Первый раз, когда я задался этим вопросом, как и любой другой пользователь, я залез в Google. Google, ой, не в Google, это следующий слайд. Наш менеджер начал ресерчить по поводу своей идеи, начал лазить в Google и понял, что вся ретроспектива была уже давнодавнен придумана в рамках agile методологии. Очень классная картинка, я ее нашел на Хабре в 2012 году. Человек написал такую статью, как объяснить своей бабушке, что такое agile. И простыми примерами на красивых рисунках он рассказывает. Кому интересно, можете зайти почитать. Но я взял этот слайд в меру того, что вся agile методология, как она с собой придумана, она сфокусирована вокруг коммуникации. Вокруг общения, чтобы разработчики общались между собой, чтобы команда общалась с клиентом, клиент общался с командой, чтобы разные команды между собой общались, мы делились каким-то мнением и мы были социальными. Это самый центр просто, само ядро, вокруг всего крутится agile. Если мы не будем общаться, он у нас не будет работать. Но и ретроспектива сама по себе, это и есть коммуникация, это обязательные разговоры, которые происходят раз в определенную интеракцию, допустим, после спринтов или после релизов или в какой-то другой иной период. Наш менеджер понял, что нужно узнать ему что-то побольше про ретроспективу, где, оказывается, уже придуман велосипед, давно-давно до него, он начал искать. Первую статью, которую он нашел про ретроспективу, это, конечно же, Википедия. В Википедии написано «Ретроспектива, взгляд в прошлое». Ретроспекция – это форма речевого выражения, отсылающая слушателей к предшествующей содержательной информации. Вау! Я тоже ничего не понял, когда первый раз прочитал умные слова, зачастую всегда они не работают. Теоретики терпят крах перед практиками. Поэтому давайте попробуем провести практику на живых примерах. Для себя я всегда делил ретроспективу на пять шагов, в которых есть три основных. Первый шаг – обсудить результаты прошлой ретроспективы. Это мы берем кейс, если она у нас уже не первая. Людям всегда очень важно видеть прогресс. Всем интересно, как отреагировали на мое заявление. Если я сказал, что мне не нравится использовать Skype, прошло время, а мы продолжаем его использовать. Я хочу услышать какой-то репорт. Скажите мне, какие меры вы предприняли, как вы решили эту проблему и помогло ли вообще это нам? Второй шаг. Это уже начинается непосредственно сама ретроспектива. Задать вопрос, что тебе нравится. Все вроде довольно просто. Ты смотришь на человека и задаешь, что тебе нравится. Но самое главное – проводить это для каждого отдельного человека в команде лично. Мы задаем, допустим, человеку номер один, что тебе нравится. Он говорит, мне очень круто, что мы все такие веселые, шутим. Круто, классно. Давай переходим дальше. Задаем второму человеку, что тебе нравится. И так мы делаем последовательные итерации с каждым членом нашей команды, не превращая ретроспективу в балаган или в какую-то холивар, большую душную дискуссию. Второй шаг. Что тебе не нравится. Вот на этом моменте зачастую вообще для него и придумана сама ретроспектива, и нарощены все остальные шаги вокруг. Ретроспектива нацелена на то, чтобы найти наши ошибки, найти наши проблемы и придумать шаги по их решению, чтобы у нас не происходило наших взрывов в командах. Как по себе, по своему опыту, 70% ретроспективы – это обсуждение третьего шага. Мы думаем над нашими проблемами, мы над них смотрим, мы их пробуем решить, мы тестируем разные подходы. Что-то у нас получается, что-то у нас нет. Нет. Четвертый шаг. С чего ты хочешь начать? Зачастую что ты хочешь начать? Зачастую четвертый шаг сам по себе выплывает из третьего. Когда мы обсуждаем наши проблемы, мы понимаем, что мы не идеальны, и у нас очень много чего не хватает в нашей работе. Мы должны как-то дополнить, мы должны как-то улучшить. И они просто рождаются после дискуссии. Если мы, допустим, взять какой-то кейс, я очень устаю, я постоянно очень уставший, я вообще ничего не могу, я перегорел еще неделю назад, и на последних порах работаю от выходных к выходным, или от отпуска к отпуску, и просто меня бесит моя работа. Значит, мы не делаем никаких тимбилдингов, значит, у нас плохой тайм-менеджмент, мы не отдыхаем, вывод простой, давайте начнем больше отдыхать, давайте вместе со своей командой будем выпускать пар там, допустим, раз в две недели будем ходить в какое-то кафе, общаться, отдыхать, выпивать и разгружать свою жизнь. И пятый шаг. Мы собираем метрики для отчетности. Метрики в этом случае очень важны. Если мы хотим действительно работать над своими проблемами и не хотим их забывать, мы должны собирать всю эту работу. Работа должна быть прозрачной. Люди должны видеть, какой наш прогресс, о чем мы говорили ранее, какие выходы мы из этого делали и как нам это помогло. Можно проводить даже ретроспективу вокруг самого себя. Раз в пару месяцев вы поднимаете свои все отчеты и смотрите. Блин, я ретроспективу вроде бы и провожу, вроде и все классно, но ничего не работает. Нужно делать, значит, какие-то выводы. Поэтому у ретроспективы у меня две основных цели. Это четкая, правильная последовательность действий, которую зачастую контролирует скрам-мастер. Но так как у нас в Кировограде тяжело найти скрам-мастера, project manager выступает скрам-мастером на своих же ретроспективах. Почему последовательность очень важна? Вернусь к предыдущему слайду. Три основных вопроса. Что тебе нравится, что тебе не нравится, что ты хочешь начать? Зачастую у нас в народе так принято, если к тебе приходят и говорят, у меня две новости, одна хорошая, одна плохая, все всегда начинают с плохой. Почему? Потому что я получил какое-то разочарование, но я знаю, следующая хорошая новость меня взбодрит, я очень быстро забуду о плохом и пойду далее. Но в нашем случае это неправильно, потому что если мы поговорим о плохом, а дальше пройдем, потому что нравится, мы банально потеряем основную цель нашего разговора, нашей дискуссии. Мы забудем наши проблемы, к которым мы шли, и мы не будем их решать, потому что хорошие кейсы перекрыли, плохие, значит, все не так уж плохо, давайте далее. Но нет, нет. Мы говорим о хорошем и потом дальше себе портим настроение на все две недели, чтобы решать эти проблемы. И, соответственно, четвертый шаг логически должен идти после третьего, чтобы фиксить эти проблемы. Если мы поговорим о самом плохом в начале, потом пройдет два часа нашей классной ретроспективы, и в конце мы, а что нужно делать? А, то я уже не помню, то я устал, может, пошли уже работать. Если мы будем соблюдать последовательность, будет наш успех. И прозрачность. Мы, вся команда, мы часть одного единственного механизма, который двигает нас вперед, который двигает наш продукт, наш проект. И все должно быть открыто. Люди не любят, когда от них скрывают. Мы боимся занавесов, мы боимся, чтобы нас просто абстрагировали от работы в стиле «человек высказал свою проблему, давайте решать эту проблему вместе», а не так, что я пришел к начальству, сказал, что мне не нравится, ушел, а начальство само как-то это решило, какое-то там, никого не поставив в известность, сделало новое правило, и ты узнаешь об этом последний такой, а может, меня кто-то спросит, как я хочу решить свою проблему. Спасибо, что вы думаете лучше, чем я. Поэтому важна прозрачность и быть всем вместе. Ретроспектива довольно простая штука. Чтобы начать ее провайдить, не нужно каких-то тяжелых усилий, нужно просто банальное желание и ресурсы, которые у нас есть. Команда из 3-6 человек. Плюс PM, PO, SM, Scrum Master, еще кто-то, кто угодно, кого хотите пригласить. Я еще очень люблю к этому стаку приглашать человека извне. То есть полностью свободного персонажа, который никак не относится к моей команде или к моему проекту, чтобы он просто нас послушал и дал свой свежий взгляд со стороны. Это очень сильно помогает встать на верную позицию. Почему в командах есть такая штука, как постоянные замены, движения и текучка персонала. Новые взгляды приносят довольно хорошие новые решения. Но, опять-таки, 3-6 человек. Я пробовал проводить ретроспективу в команде, где был только я, разработчик и клиент. Довольно тяжело общаться втроем. Да, она как-то проводится, она решает какие-то проблемы, но ты не чувствуешь той пользы массивной, которой она должна приходить, потому что слишком мало мнений и ретроспектива не является ею. Вы можете просто выйти, поговорить, наперекур пообщаться, и вот ваша ретроспектива. Если вы маленькая команда, вам не нужны все эти большие заморочки и сложности. У вас, в принципе, не возникнут такие проблемы, если вас не особо много. Ну и я пробовал проводить в большой команде, где нас было 16 человек. Во-первых, это затянулось на 5 часов. Мы начали с утра, сели в 10 утра, давайте общаться. И когда я уже смотрю на часы 3 часа дня, я такой, блин, это очень сложно. У вас будет вот такое вот полотно. Вы, конечно, можете решать это полотно с проблемами, делав итерации более частыми, допустим, приводить ретроспективу каждую неделю. Но вы все равно просто загрузитесь, забуксуетесь. Вам нужно либо делать декомпозицию своей команды, вроде бы это и неправильно разделять один-единственный механизм на какие-то отделы, но тогда этот механизм под названием ретроспектива будет работать. Второе. Установить периодичность. Ретроспектива должна являться каким-то логическим окончанием какого-то процесса, чтобы у вас была почва для общений. Зачастую все наши проекты, они работают по спринтам, ну или стараются работать по спринтам. Вот респектива, хорошее завершение спринт, итерация в две недели. Мы выпустили какую-то фичу, там, не знаю, допустим, мы сделали, добавили еще плюс 10 полей в регистрацию, сделали ее кастомной. Давайте это обсудим. Это круто. Или давайте сделаем ретроспективу. Каждый релиз, мы релизим какой-то большой функционал, давайте обсуждать, что у нас прошло, что мы делали правильно, что мы делали неправильно. На самом деле я использую только два варианта. Это двух нитей. У меня ретроспектива проходит двух типов. Первый – это глобал ретроспектива, который я провожу вместе со своей командой, со своими клиентами. У нас выходит 6 человек разработчиков и два менеджера. В принципе, нас все устраивает, мы работаем, нам все нравится, мы ее проводим раз в две недели, делая наши условные итерации, и я провожу нашу локал-ретроспективу. Так или иначе, есть такие темы, которые нельзя выносить на разговор с клиентом. Какие-то наши локальные потребности или проблемы. Если мы сидим в офисе, и кому-то не нравится кофе, он говорит, кофе слишком горькое, давайте поменяем сорт или поменяем марку. Ну, клиенту, наверное, это будет не очень интересно и нужно слушать, поэтому для себя я провожу локальную ретроспективу. Но она у меня не имеет какой-то четкой итерации. Просто мы с ребятами пробовали делать итерацию, но они мне сказали, что это довольно глупо, и давай, у нас нету такого большого объема проблем, давай просто, когда нам действительно это понадобится, мы как-то дадим тебе знать, Леш, и это проведем. Предупредить команду. К ретроспективе нужно быть готовым. Если вы приходите на нее с пустой головой, не зная, о чем говорить, вы просто тратите время других людей. Когда вам задают вопрос, что тебе не нравится, а ты такой, давай подумаем, что мне не нравится. Нет, это вроде нравится, а это не нравится. Вы начинаете спешить, вас начинают торопить, потому что время – деньги, мы пришли сюда за какой-то целью, вы наугад генерируете какую-то первую попавшуюся проблему, а мне окно дует, блин, ну, окно находится вообще в другом кабинете на другом этаже, как оно тебе дует? Ну, оно тебе дует, потому что ты должен был что-либо сказать. Поэтому зачастую я свою команду предупреждаю либо за пару дней, либо мы постоянно к ней готовимся. Как мы к ней постоянно готовимся, я расскажу чуть далее. Когда люди приходят уже с какой-то конкретной мыслью, с конкретными правильными проблемами, хорошими идеями и предложениями, это приносит свою пользу. Итак, мы собрали, выполнили наш чек-лист, собрали команду, установили периодичность, раз в наш спринт и предупредили команду. Все готовы. Мы пришли на наш первый шаг. Обсуждение результатов прошлой ретроспективы. Все довольно просто. Вы как менеджер, вы как скрам-мастер, который ведет эту ретроспективу, у вас имеется четкий план выполнения, которым вы преследуете. В самом начале мы рассказываем, поднимаем проблемы и предложения прошлой ретроспективы. Как это говорилось, все люди хотят, чтобы по их заявкам было какое-то телодвижение, чтобы кто-то что-то делал, а не просто там «да-да-да, мы тебя услышали» и забыли. Мы рассказываем о наших принятых мерах и разбираем их. Я сделал вот такое. Я пошел, поговорил с нашим психологом. Психолог мне предложил решить проблему следующим образом. Если у тебя человек недоволен настроением, давай мы ему пригласим клоуна. Да, круто, давайте мы приглашаем клоуна на офис. Клоун приходит веселиться. Мы доходим к следующему шагу. Обсудить результат. Смогли ли вы решить данную проблему или стоит изменить подход? Ну, клоун пришел, ха-ха-ха-ха, разработчик покрутил пальцем возле виска, сказал, блин, ты вообще дурак, зачем ты это сделал? Мне стало еще не только скучно, мне стало еще и неловко, что я работаю, а передо мной человек веселится. Значит, нужно менять какой-то подход. Давайте обсуждать. Клоун – это плохая идея. Значит, я должен сделать другие шаги. Почему я его пригласил? Потому что я не подошел более детально к этой ситуации и первую попавшуюся мысль реализовал с клоуном. Как мы это будем фиксить? Давайте все вместе пойдем пообщаемся. Просто будем каждую субботу собираться там и играть вместе в футбол. Это весело, это задорно. Мы узнаем друг друга. У нас появляются общие темы, на которые мы можем шутить, на которые мы можем поднимать какие-то темы. Почему мы уже не чужие друг другу люди? Да, неплохо, действительно хорошо. Я тебя узнал, ты узнал меня. Мы весело проводим время. Я теперь не грущу. И так, понятное дело, с каждой из ваших проблем, которые вы сделали своими артефактами с прошлой ретроспективы. Второй шаг. Что тебе нравится? Как я и говорил, поскольку ретроспектива – это часть agile, agile полностью итеративный, ретроспектива тоже имеет в себе ряд итераций и задавание вопросов друг другу. Мы должны задавать вопрос не всей команде. Что вам нравится, ребята? Если я задам всем, что вам нравится, каждый начнет друг друга перекрикивать. У каждого человека свое мнение, свои какие-то взгляды на жизнь. Они могут не смигаться. Поэтому мы должны давать возможность высказаться каждому. И мы должны его выслушать. Только когда предыдущий, так сказать, член команды закончил свой диалог, монолог, мы переходим к следующему. Но перед этим мы выслушиваем весь его ответ, не перебивая, не вставляя свои какие-то проблемы, мысли, не подшучивая над ним, после того, как мы выслушали, мы обсуждаем полученный ответ. Только после этого мы даем возможность всей команде сказать свое мнение, чтобы они могли, возможно, поправить этого человека или дополнить, или полностью с ним согласиться. Если человек говорит, мне нравится, как мы ведем наши задачи, мне нравится, как мы не ведем наши задачи, как мы их документируем. У нас очень классное описание задач, у нас там user story, business flow, assumption criteria, куча всякой другой лабуды, там тест-кейсы и тому подобное. Но кто-то считает, что это не так. Встает тестировщик и говорит, нет, это вообще нифига не классно, мне не нравятся тест-кейсы, тебе нравится, что они есть, но они неправильные. Смысл от того, что есть, но работает абсолютно неправильно. Все, или встает другой человек и говорит, это все круто. Повторяем итерацию с каждым следующим участником, пока у нас в виде не закончится. Очень часто встает такой кейс, что ни к одному из шагов у человека нет как бы комментариев. И это в принципе нормально. У меня тоже в каждой рецептиве бывает такой момент, что я не знаю, что сказать. Либо до меня все уже сказали, либо мне абсолютно ничего не нравится, ему ужасная команда. Это как бы окей. Не нужно заставлять человека на него давить, что ты обязан, ты должен сказать, если ты не скажешь, ты редиска. Нет, потому что человек будет выдавливать из себя через силу, будет вести вас неправильным путем. Ни вы его не понимаете, ни он вас не понимает, и ретроспектива не работает. Мы же все люди свободные. Зачем кого-то заставлять делать то, что либо не получается, либо не имеет смысла. Шаг третий. Что тебе не нравится? Очень болезненно, но должно быть очень открытым. Как уже говорил в самом начале Саша, если кто-то помнит, про то, что... Кто-то стесняется говорить. Ну как-то я скажу, что мне не нравится, мы же часть одной команды, я не хочу обидеть или навредить кому-то, мне потом еще с ним жить, работать, ходить в одну сторону домой, я не хочу с ним ссориться. Но это нужно делать. Нужно уметь разделять работу и личную жизнь, и просто какое-то общение. Работа... Мы все на работе нацелены на одно, на прогресс. Мы не должны обижаться на то, что кому что-то не нравится. Мы не должны принимать слишком близко к лицу, близко к себе, потому что мы хотим только улучшить процесс. Никто не хочет друг другу навредить. Все хотят сделать только качественный прогресс, чтобы все у нас было хорошо, и мы были молодцы. Поэтому если вам говорят какую-то проблему, вы должны ее правильно принять. Человек не просто ее так говорит, он говорит, что это для дела. Обсудили, решили, приняли, изменились. Все хорошо? Задаем вопрос одному из участников. К примеру, представим, что здесь стоит Серега. Серега, что тебе не нравится? Серега говорит, мне не нравится то, как мы общаемся с клиентом. Вот я приведу самый последний кейс со своей работы. Мы задали клиенту вопрос, что тебе не нравится? Он говорит, мы слишком резко оканчиваем наши daily митинги. Ну вот мы поговорили, все, всем пока, и сразу выключился звонок. Клиент говорит, у меня зачастую рождаются мысли уже в самом конце, когда я с вами прощаюсь, ну такой я человек, я с вами прощаюсь, такой, а, а, можно еще вопросик? А уже все вышли со звонка, все уже на обеде, и никто не хочет его слушать. Обсудить варианты решения всей команды. Мы обсуждаем, как мы это будем фиксить. Предлагаем, мы делаем небольшой брейншторм, небольшой, локальный, не нужно его раздувать на полчаса дискуссии. 15 минут мы накидали каких-то идей, давайте считать до 10, или давайте клиент будет сам оканчивать звонок, а мы просто будем ждать его отмашки. Выбрать одно из предложенных вариантов решения. Мы на самом деле в этом кейсе выбрали очень хороший случай. Мы решили, давайте мы будем 5 секунд махать и говорить пока, обмениваться любезностями. Если в течение 5 секунд клиент не рождает никакую гениальную мысль, мы отключаемся. Блин, это помогло. Хоть это и неловко, это очень крипово. Мы сидим просто 6 человек с серьезными лицами. Пока, пока. Но это работает, это действительно работает. И как бы это ни было смешно или глупо, но это так и есть. И, как и другой шаг, мы повторяем итерацию со следующим участником, покуда у нас не закончатся люди. Переходя уже к четвертому шагу, мы имеем набор некоторых артефактов, которые мы выписали себе на листочке. Мы их начинаем поднимать первыми. У меня дошла эта мысль сегодня утром, я не успел добавить это в слайд. Мы обсуждаем те инновации, которые у нас уже появились в течение нашей дискуссии. Как, к примеру, начать использовать слакол или еще что-то, или начать махать руками в процессе проблемы. Мы обсуждаем эти моменты и добавляем их. Только после этого мы приступаем к новым размышлениям, задавая вопрос одному из участников. Что ты хочешь начать? Опять-таки, все очень часто боятся или стесняются предложить свою идею или свой какой-то ход, боясь быть высмеянным. Или что подумают, что ты дурачок, или что ты не такой какой-то, или это решение и так всем понятно, очевидно, зачем это вообще предлагать, е-мое, что ты делаешь. Не бойтесь, будьте открытыми, задавайте свои вопросы и спрашивайте у людей, что они хотят делать. Мы команда, это все будет принято. Даже если это глупая идея, 5 секунд махать рукой, это все довольно просто. Предлагайте свои любые идеи. К примеру, давайте мы поставим вторую кофемашину, потому что у нас на кухне очень большая очередь, и я полчаса трачу в ожидании за своей сокровенной кружкой кофе. Обсудить необходимость данного предложения всей командой. Да. Даже если вы не застеснялись и сказали свою идею, она может быть довольно глупой и действительно ненужной. Но вы ее все равно сказали, люди ее взяли на вооружение. К примеру, если это идея, мне очень далеко ходить за лоточком, пообедать, давайте мы поставим холодильник прямо возле меня. Ну, это же так круто, я буду работать, открыл холодильник, взял себе там, похомячил. Нет, это немного не то, что нужно нам. Мы говорим, успокойся, Серега, давай ты все-таки будешь ходить пешком до холодильника, это не так далеко. И повторяем итерацию с каждым следующим участником. Пятый, самый главный шаг, который, в принципе, не является завершающим, он идет в течение всего нашего процесса. Ретроспектива является собой, так же, как и спринты, длинную итерацию. Мы к ретроспективе готовимся на протяжении всего времени, записывая свои какие-то недолюбленные идеи или добавляем что-то или что-то удаляем, и в процессе самого обсуждения мы выносим какие-то артефакты. Я могу вам порекомендовать очень классный инструмент. Я его нашел не сам, нам его предложил наш один клиент, называется Fun Retro. Это бесплатный инструмент по прототипу Trello, но он более, так сказать, обточенный, порезанный под нужды именно самой ретроспективы. Он удобный тем, что можно написать эту карточку, лайкнуть ее, добавить какой-то коммент в виде решения или какого-то аппрува. И, в принципе, это очень удобно. Мы храним… Вам никто не запрещает использовать Trello, это просто рекламная интеграция. Это очень удобно. Люди на протяжении двух недель, вот как у нас последняя ретроспектива проходила 21 числа, все люди просто заходят и пишут, мне что-то не понравилось. До ретроспективы еще неделю, но я это явно забуду. Я зашел, написал какую-то мою проблему. Кьюа должны брать тикеты с оригинальным статусом, а не из сабтасок. Все, кто-то зашел, поставил лайк, как круто, вообще обалденно. Я сюда не написал коммент, потому что это было до ретроспективы. И все. Это все просто, это понятно, это прозрачно. Каждый видит свою проблему, каждый может высказать свое мнение, чтобы сэкономить наше время, потому что зачастую ретроспектива может длиться час. Час — это спокойное, это нормальное время, если у вас действительно есть какие-то проблемы, какие вы должны решать. Если у вас ретроспектива длится в течение 5-10 минут, значит, у вас что-то не так. Либо команда не совсем понимает, что она вам нужна, либо вы ее не так ведете, нужно что-то пересматривать. Вот так вот. Итоги. Ретроспектива действительно нужна. Главные элементы, которые я бы вынес, это коммуникация. Очень важно, чтобы люди не боялись общаться, нужно им это доказывать, показывать, говорите, открывайтесь, не стесняйтесь. Подготовка. К ретроспективе нужно быть готовым. Если мы хотим затронуть действительно важные и нужные моменты, мы должны над ними подумать, мы должны подготовиться, а не прийти с пустой головой. Соблюдение правил. Правила в ретроспективе, хоть они и очень простые, но они очень важные. Последовательность действий, четкое соблюдение итераций, самое бодальное соблюдение этикета, не нужно кого-то перебивать или очень сильно выражать свои эмоции. Это никому не нужно, мы не хотим слушать какие-то проблемы и порвращать все в балаган. Делать свои заметки, работать над этим. Метрики, артефакты. Собирайте свои артефакты, записывайте их в блокнотики, в заметки, ставьте себе будильники, как угодно, но они у вас должны быть, потому что если вы работаете с несколькими проектами, как, допустим, я или каждый любой другой менеджер, вы поговорили про свою ретроспективу, вышли с нее, проходит 20 минут, блин, о чем мы говорили? Вот не помню, забывает, голова просто очищается, нету ничего. Поэтому тут нам помогают наши заметки. И выполнение обязательств. Выполнение обязательств как со стороны менеджера, так и со стороны участников ретроспективы. Менеджер должен быть ответственным в том плане, что если он собрал какие-то проблемы и нашел их решение, он должен следить за ходом их выполнения, он не должен забывать это, забивать на это, потому что как бы все надеются на менеджера, вся команда думает, я не буду это делать, это не моя работа, я пишу код, пусть это делает менеджер. С одной стороны это правильно и в принципе я тоже считаю, что это так и есть. Менеджер должен снимать всю головную боль команды, чтобы они не думали ни о чем другом. Ну и также само собой команда. Команда должна поддерживать начинание своих как бы тиммейтов. Если менеджер ходит и пытается что-то это как-то сделать, реализовать, проводит какие-то новые схемы, даже если у него что-то не получается, поддержите его, помогите ему, не нужно его там кибербуллить, не нужно его быть токсичными. Выполняйте то, что в ваших компетенциях и ваших возможностях, даже если это выходит за рамки ваших обязательств или следить за выполнением задач, ну, по ретроспективе, ну, ничего страшного, если кто-то напомнит менеджеру про какую-то задачу или сам возьмет на себя обязательство ее выполнить. Мы все команды, мы работаем над общим делом. У меня все, у меня в принципе все коротко. Красота. Спасибо нашему спикеру. И по традиции хотелось спросить, может у кого-то вижу, что есть вопросик, бил. Благодарю. На самом деле в идее с клоуном нет ничего плохого, просто может быть это вопрос контекста, это может быть аниматор в другом месте, или даже первые лица компании, которых вы нарядили клоунами, они развлекают всех, и ваших детей тоже. Но важен контекст, потому что когда-то крупная украинская компания устроила веселую историю, когда девушка практически топлис ходила и как-то там поздравляла с праздником работников. Наверное, сейчас они уже не могут себе позволить плохой пример, но клоун тоже может быть хорошим решением. Окей, спасибо. И еще вижу вопрос. Здравствуйте, спасибо за выступление. Скажите, пожалуйста, а что вы делаете, когда команда говорит, что у них все хорошо? Зачастую так бывает. Ну, если все действительно хорошо и команда говорит все хорошо, я это вижу. Я всегда стараюсь быть внутри процесса разработки, даже если я просто поставил задачу и ушел, я все равно хожу, слежу за этим, я смотрю на реакцию своих людей, если у меня человек сидит с таким ужасно злым, скучным лицом и говорит, у меня все хорошо, у него явно все плохо, я не начинаю на него давить. Если я вижу проблему, но мне про нее не говорят, я пытаюсь это найти какими-то другими путями, обходными, узнать это во время перекура за чашкой кофе, узнать это каких-то других источников, или как у меня была проблема, человек был перегружен, он работал на трех проектах, плюс у него там еще был джуниор, которого он должен был тянуть, он работал 12 часов в день, он просто грузился, но он мне об этом никому не говорил, видно, что он истощен, он сидит, умирает, пьет по пять кружек кофе в день, я пошел, решил таким методом, я обратился к нашим HR, говорю, у меня чувак истощен, проведи с ним какой-то диалог, может психологически как-то найдите эту проблему, в таком стиле решаю, но я зачастую знаю про все проблемы, у меня не бывает такого, что команда говорит все хорошо, что-то плохо, я всегда внутри этой команды, я внутри обсуждений процессов, как-то так, надеюсь ответил на вопрос. Окей, спасибо, ну и кому я даю этот мячик? Болоному человеку. Хорошо, держи, спасибо.